доброе утро у нас 8 градусов тепла солнышко с учетом ветра все равно 8 потому что ветра нету ну давайте посмотрим вчера громыхало во всех каналах во всех новостях кремль сообщила о попытке киева ударить бпл а но беспилотниками по резиденции президента путин не пострадал ни один путин не пострадал точно администрация президента сообщила о попытке вооруженных сил украины атаковать кремль дронами даже дрон тут засняли ночью ну в общем непонятно кто и откуда запускал дроны а также какого типа не уточняется что не нашли обломков что ли при этом в кремле отметили что расценивают попытки атаки как покушение на путина так и 3 мая сергей собакин собянин объявил о запрете запуска беспилотника в городе и там питер тоже запретил ну ладно это что такое о яхо news передает что россия сказала что значит америка виновата вот это вот в этой отдать атаке дронами америка виновата да а когда восемь шестом году на красной площади приземлился дэмис руссос опять была америка виновата так это кто пресс-секретарь зеленского у нас нет информации о так называемых атаках на кремль все имеющиеся силы и средства украина направляет на освобождение собственных территорий они на атаку чужих ну вот так вот что тут еще алла пугачева прилетела в москву ну надо же сразу за атаками после атак дронов пугачева прилетела и чего она при прилетела на это на похороны юдашкина но они дружили ну ладно так на рынке апраксин двор в петербурге нашли пьяную обнаженную женщину с пробитой головой ну то что в питере в питере а вот в городе валдай горит военкомат и как хорошо горит комментарии там уже тучи тушить нечего комментарии очень красиво кстати да опять красиво горит военкомат такой странице не существует но не может быть такого а вот у меня что тут было почему-то мне перекрыли в эльфы будут замораживать сперму ушедших на войну цель сохранить генофонд генофонд чего лжи насилие потребности убивать этого добра здесь и так всегда было в избытке так и закрыли эту страницу так ну вот в херсоне ребята ударили русские ударили по гипермаркету и вокзалу оккупанты максим массировано обстреляли херсон 21 человек погиб вот же сути так что тут еще зеленский заявил что вы соусом скоро пойдут в наступление мы ждем так что тут еще вот на яха я опять нашел но почему-то вот в русских новостях особо нету но дальше я буду читать россия под ну здесь по-английски я сразу передаю перед перевожу россия под атакой многочисленные атаки беспилотников внутри россии в том числе массивный нефтяной пожар возле крымского моста какой-то пожар и где вот тут называется местечко тамань порт какой-то тамань и там говорили 1200 квадратных метров горит хорошо горит так а это тоже яха ньюс значит путинской бам банда утверждает ну банда я я передаю перевожу так как элай но это ну как не знаю собутыльники союзники ну и и чего так путинская банда вот эти банда это лучше утверждает что америка хочет захватить россию на случай если вулкан ела стоун извергнется дебилы ну дебилы совсем которые утверждают конечно так что еще кардиолог павличенко рассказала какие продукты могут вызываться а здесь просто написано какие продукты могут по ваши повышенное артериальное давление но вызывать наверно могут повышенное ночью колбаса ну колбаса вообще страшное дело до создает ненужную нагрузку на сердце и сосуды колбаса вообще страшное дело батон колбасы стоит роты этих малиновых билетов так мид мид передает машину что в отношении консульства рф в мария хамне завершён акт мандали вандализма мария хамны это в честь марии загаровой что ли это где в финляндии аланские острова акт вандализма ну наверное в актовом зале где же счет для чего еще нужны актовые залы ну в общем вандалы да ну хорошо международный союз велосипедистов допустил россиян к турнирам в нейтральном стасу статусе то есть без велосипеда и без трусов на самокатах то рия новости передает рейс стамбул домодедово аварийно приземлился в сочи да вот прям на крышу нет нет экстренную посадку посадку технические проблемы так а вот ранее неисправность возникла у лайнера с пассажирами во время рейса пхукет красноярск ну самолет сел тоже сел наверное летчик тоже сел за такие штуки власти подмосковья объявили о решении запретить выдачу разрешение на полеты дронов и подмосковье тоже так что тут еще еще опять про пугачёва между дронами все время пугать пугачёва мне кажется странным пугачёва полетела на москву в москву на несколько дней чтобы посетить похороны модельера юдашкина да ну хорошо я уже говорил вообще-то а у нас тут в америке в атланте стрельба стрельба елы-палы один погиб четверо получили ранения какие-то подростки стреляли нет тут написано мужчина у нас в наших учебу источниках подростки вроде бы стрельба опять пальба шутинг так мировой автопром восстанавливается после пандемии коронавируса general motors 17 процентов porsche 40 процентов ну хорошо а про россию чё-то нет россии будет выпускать выпускать на на 5 победу газ-20 так что тут еще у меня о радио свобода на твиттере госсекретарь сша блинкин заявил что не может подтвердить сообщение об атаке на кремль на его на вопрос о его отношении к возможным атакам украины на территорию рф блинкин ответил вот он хорошо очень ответил что украина сама принимает решение о том как им защищать свою страну да правильно ну конечно так опубликовано видео атаки дронов на нефтебазу в краснодарском крае ну вот наверно это тамань что ли нет поселок волна краснодарского края нефтебаза горит я не знаю тамань волна это рядом нет на общем горит чё-то у кубаноидов в подмосковье нашли обломки упавшего беспилотника на месте падения образовалась воронка наверно здоровый был вид беспилотник оп ну вот а дальше пошли гадости на директрису екатеринбургской школы в которой насиловали учеников завели уголовное дело до школа была и вот в порядке наказания двойку получил и все там сами учить не ученики над ним учиняют насилие представляете украинские беспилотники атаковали военный аэродром в брянской области а ну вот это хорошо немножко отвлечься от российских гадостей так а вот ну многие заметили что зайцев и юдашкин модельера в одно время как-то ну разница возрасте конечно в одно время и говорят о том что не нужно не нужна сейчас высокая мода настало время камуфляжа камуфляж понятно да так вот что тут еще а ну вот дальше галину костырину с эти 76-летнюю пенсионерку из бурятии обвинили в применении насилия против шестерых полицейских ей грозит до пяти лет колонии 76 лет пенсионерка шестерых полицейских положил ну это ну кто это поверит вообще них нихрена себе бабушка джеки чан на пенсии бурятские это бурятии до бурятский мусорак самые хилые мусора российской федерации дальше вот это все комментарии скоро будут детей сажать за применение насилия против роты полицаев дальше еще гадости гадости жительница красноярска заказала убийство сына и дочери ради квартиры это российская газета передаю и самая большая гадость на сегодня в петербурге многодетная мать пыталась живьем закопать ребенка чтобы отомстить мужу ребята там уроды живут уже все вот уроды нормальных людей нет ну все что я хотел вам сказать пока мишенька а где он да вот он подмышкой у меня мишка всегда подмышкой вот ну так вроде ничего вчера купались сегодня тоже будем купаться днем потеплещить стал это хорошо